от пайндфандер под фандер здравствуйте уважаемые друзья сегодня мы будем в дальнейшем рассаживать нашу небольшую грядку полянку вот мы будем сегодня рассаживать ту иглобозу два можжевельника да еще что тут у нас так ель подушковидная ель подушковидная она там чуть-чуть обгорела на том участке и туя и лоурибан ну для начала давайте так расставим все где оно должно быть а потом уже ну ту я хочу вот сюда посадить раз ну ель колючую соответственно будем тоже рассаживать и можжевельники там у нас два можжевельника есть но это манглоу эти можжевельники где-то будем симметрично с этими садить где-то один здесь другой здесь ну а здесь посередине я планирую посадить пихту ну пихту и все будущем так это мы будем садить чуть-чуть другое место пока что в тень уберем а это уже можно так и елку надо в тень потому что елка скорее всего пойдет может быть даже сюда посмотрим итак ну берем и выкапываем угловоза она разрастается очень хорошо диаметре до 3-4 метров я здесь сажаю потому что мне нужны маточные растения для черенкования яму копаем примерно по пакету думаю достаточно просто померяем в самый раз теперь соответственно берем водичку и посадкой наполняем ну примерно ведро воды чтобы она постояла ушла я думаю достаточно будет заодно и сосну польем для крупных растений сейчас садить их и довольно таки хорошо крупные растения ну здесь надо заливать вот чем мы займемся попозже сейчас мы в яму набрали воды теперь берем корневая можете видеть какая довольно таки хорошая чтобы она не переживать надо постараться как я буду говорить приживется однозначно сто процентов ставим его в лунку и засыпаем мне очень удобно сажать туи сыровидные тем что они очень шире ствол надо опять делаем круг вокруг круг поливочный вокруг туи сейчас естественно будем заливать водой воды после посадки не и после посадки поливать и каждый день в течение трех дней дождь мороз не мороз ну желательно чтобы сейчас у нас примерно температура около 15 градусов погода сегодня хорошая 26 октября ну теперь заливаем очень хорошо для чего мы это делаем для того чтобы села земля вокруг нее очень хорошо чтобы не образовались пустоты чтобы потом корневая не гуляла набираем полностью поливочную яму водой она еще довольно таки хорошо уходит сейчас мы наберем и потом где когда закончим остальные сажать или будем поливать опять наберем их ну и можжевельники опять приступим пусть впитывает тут да разрастется она хорошо многие скажут ну я буду обрезать ее и на черенки брать так что я сильно не дам разбушеваться теперь у нас можжевельники земле очень много корней но не так страшно это все для больших растений больших уже подросенных но не так страшно и То есть, я думаю, всем понятно как сажать. Я хотел оставить это все на весну, но весной будет очень много проблем, там и посев, и кование, поэтому такие растения вообще лучше сажать, осенью и погодка выдалась довольно-таки нормальная. Опять набираем яму водой. Вообще хвойные растения такого размера лучше всего сажать осенью. Осенью примерно где-то начиная с конца сентября и до середины октября. Я имею ввиду туя можжевельник, сосну и ель можно сажать и зимой. Даже промерзшую землю спокойно можно сажать зимой и ничего не бояться. Также поливать, пусть даже во льду она вся будет, потом комп наберется и встанет. Так, берем можжевельник. Ну вот комп совершенно осыпался практически, ну здесь ничего не сделаешь. Посыпаем землицы, восстанавливаем его. Да, этому можжевельнику и так трудно придется, он будет практически на солнце, но солнце еще высоко. Здесь его земелька родная. Ну то что мы его посадили практически с открытой корневой системой и в этом ничего страшного нет. Вы поймите, хвойные, это те же любые деревья. Единственное то, что они не сбрасывают хвою. Яблони, груши все сажаются с открытой корневой системой, а потом смотрят на них, приживется она не приживется. Если не будете поливать ничего, то ничего не приживется, никакие удобрения не помогут. Полив в нашем случае, как я много раз говорил, должен быть хороший, особенно первый год, пока растение не приживется полностью. Да, они могут болеть, они могут перенести пересадку плохо, но в конце концов они прерываются. Эти можжевельники я тоже сажаю для того, чтобы потом, впоследствии брать сереньки с них и размножать. Ну опять же заливаем водой. Один посадили можжевельник, вернее один можжевельник посадили, сейчас второй. Начнем сажать, сажаем насколько можно, чтобы полянка более-менее нормально выглядела, асимметрично, а вот там два можжевельника есть, значит мы в эту сторону тоже сажаем два штукки и у нас потом посередине еще кто-нибудь пойдет. Даже вот здесь где-то. землю я не готовил, дренажа никакого не надо, по крайней мере в моем случае. землю я вообще никогда не использую. Сколько лет сажаю, особенно подойдет все. Дренаж нужно использовать для горшков, извините меня. Здесь дренаж не так обходим. Вот опять примерно выкопали ямку, опять нальем водички. Здесь ветра очень хорошие, можно поставить арматуру, как я вот сделал на этой елке и пусть она растет, она довольно нормально все будет, ее болтать так не будет. Вот вы можете заметить, растение большое, а корневая не такая, большая, поэтому ну я думаю приживется однозначно. Кладем ее в воду прям, можно намочить. Теперь ставим опять, можно чуть-чуть гиблички подсыпать. Ну я так в принципе всегда сажаю как бы в жижу, но руками сильно не придавливаю. И многие люди я слышал, что они сажают в жижу. И такие вот растения, они приживаются довольно таки нормально. Весной сразу как только сойдет снег, я их конечно же буду заливать, потом дам корневина, корнеобразователя какого-нибудь и он должен пойти. И полив здесь будет очень хороший, нагребаем, а потом отгребаем и делаем поливочную ямку. Ну так сильно болтаться не будет, но нормально я думаю будет. У меня многие звонят, спрашивают, не многие, но человек позвонил, спросил, говорит, мы купили тую. Она в сетке у них, ком. Я понимаю, что в сетке, что все это, ну сколько она там в сетке прожила? Когда ее выкопали? То ли в конце июля, то ли вчера. Поэтому насколько она приживется, я сказать не могу. Я выкопал сегодня утром, посадил. Если бы я садил через пять дней, к примеру, ну допустим, что она у нас в посылке, я бы естественно ее с гидрогелем запаковал и он бы стоял у меня, ничего бы не случилось. Вода холодная, если честно. Ну, я думаю, не холоднее земли. Ну, растение сейчас находится в спящем состоянии, поэтому им главное, чтобы вокруг них сейчас не образовались пустоты. Земля хорошенько улеглась. Вот те можжевельники, вот монгол, мы сажали где-то примерно месяц назад. И они видно, что они уже и холодом маленько потрепаны, и ветром. Здесь ветра очень хорошие, это сегодня просто очень хорошая погода. Так, ну и опять заливаем этот, там уже ушло сербун заливать тут. То есть заливаем очень хорошо. То, что он криво стоит, ничего страшного, завтра земля осядет. Возле ствола надо будет прижать или же ставить так же, вот как здесь, арматурку. Вот снизу стоит арматурка, или что-нибудь закрепить ее, чтобы ее так сильно не болтало. Это очень большая погода. Перемίν型 узал, что пришлось за свежую густоту. boyесла. Сומка. Сымка. Продолжение следует... Ну а теперь включаем насос и заливаем все растения. Вот начинаем полив всех растений, вот сосна у нас двухлетняя крымская, ну я тоже думаю из нее изгородь тут сделаю. И кипарисовик, который капризный. И коника капризная, ну здесь понимаете здесь тень, ну видео по посадке коники есть у меня. Сегодня мы вот посадили подушковидную, ель не деформис, которая кстати очень хорошо черенкуется, но она росла так, что на нее утром очень сильно хорошо падало солнце с этой стороны. Вы можете видеть, она обгоревшая чуть-чуть, но в этом ничего страстного нету. А там у нас тоже по моему кипарисовик. Сейчас мы начинаем все заливать. Ну эти растения, которые были посажены месяц назад, их не строго обязательно сильно прям заливать. Главное чтобы был мокрый грунт вокруг них. Ну я думаю на Новый год опять в пятерочке взять энное количество елки коника. Спрашивают ее, ну она тоже черенкуется кстати очень хорошо. Вот когда мы закончим все строительство, когда перейдем полностью к черенкованию, да тогда можно будет говорить о хорошем наличии в нашем интернет-магазине. А сейчас пока что у нас маточники семенное размножение идет. Его тоже надо наладить, потому что не так все легко и просто. Для семенного размножения примерно нужно около 6 грядок, чтобы они менялись. У нас пока что только две. Сейчас еще тоже будем готовить. Еще четыре, все равно хоть как будем что-то придумывать. Чтобы мы семенным размножением закрыли эту тему раз и навсегда. То есть у нас как шло годами так. Одна грядка, две грядки должно пустовать. В двух грядках должно сеяться. И еще в двух грядках должно дорастать. До того как она пойдет или на рассадку или на продажу. Посылка вам и всем кто хочет заказать в нашем питомнике. Ну эти можжевельники, вот казацкий можжевельник, он конечно же здесь посажен, я думаю что до весны. Весной я его перекину отсюда. Потому что он разрастается очень хорошо. А нам как бы туда не очень это нужно. У меня там дома конечно же он разросся до гигантских размеров. Мы будем его обязательно резать. Что-то с ним делать. Но я имею ввиду к тому, что я собираюсь серенковать в зиму. И потом я буду просто с него врать черенки и заодно резать. Да, резать придется зимой, но там и сосны много порезать надо. Не порезать, а привести в порядок я имею ввиду. Ну потом разберемся. Я наверное сниму видео по этому. Тем для видео очень много. Поэтому дорогие друзья, подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. По возможности я буду отвечать. Но главное в этом деле я вам честно скажу. Нужен очень хороший полив. Особенно в нашем регионе ее никогда не перельешь. Почему я всегда акцентирую на этом внимание. Пожалуйста поливайте. Особенно после того как посадили. В какое бы время года вы это не сделали. Все равно поливайте очень хорошо. Да, вода довольно таки прохладная. Сейчас мы польем вот этот еще можжевельник. Сейчас здесь уже. Ну все в принципе. И так где-то около двух ведер мы туда вылили. Еще сейчас третья дольется. Вот по кругу. И вот здесь вода уже стоит видно. Я чуть-чуть подержал там. Но она уже еле-то посажена. Видно что она перебаливает. Она до этого очень хорошо болела. Я не пойму что с ней случилось. Но у нее начали коррелись. Ну я знаю что с ней случилось вернее. Потому что там скорее всего грунт был не очень плохой. Не очень хороший. Скорее всего грунт был не очень хороший. И там у нас получилась такая ситуация. Что там и собачки под нее ходили. Так что потом я ее перенес в тень. Она толком не росла. За год дала не очень сильные побеги. Ну а в этом году я уже решил ее сюда. И здесь ей будет дан прекрасный уход. И она у нас пойдет. И лаву Рибан тоже история интересная. Потому что здесь вот она была расколота наполовинку. Я ее изолентой смотал. И она как бы прижилась между ними. А сейчас наоборот думаю может быть разрезать. Но нет. Так оставлю. Так сделаю. Выведу. Пусть она вырастет. И тут два шара сделаю таких. И будет прекрасно. С нее или черенки буду брать тоже. Но у нас там есть для рассадки лаву Рибан. Поэтому я сильно... Пусть растет. А потом будем фигурки из нее делать. Посмотрим, что вообще можно будет с ней придумать. И это сто процентов приживется. Я понимаю все заняты. Все работают. Ну... Вы главное дайте полив ей. Если полив будет, она однозначно приживется. С маленькими, да. Понимаю. Там труднее. Там все это гораздо сложнее. Нюансов побольше. Но ель старше трех лет. Трехгодовалая ель. Четырехгодовалая уже довольно хорошо приживается. И все саженцы трех-четырехгодовалые. Они должны хорошо приживаться. С двухлеткой можно помучиться. С однолеткой можно помучиться. Там где-то притянить надо. Где-то что-то. Чтобы она не сгорела. А здесь, ну... Здесь в принципе только полив. Там и корневина надо дать где-то. А здесь можно и не давать. Если так разобраться. Если вы будете поливать хорошо. Корневин не особо. Итак, мы сегодня посадили два можжевельника. Тую. Уже полянка у нас преображается. Я думаю все будет хорошо. Да. Вы же посадили. Не забудьте танцевать. Танец с бубрами. Обязательно. Или какую-нибудь шаманскую речь произнести. Я уже давно не танцую. Потому что я уже привык. Это... У меня уже однозначно там уже... Они уже знают. Они эти сказки мои слышали. Они растут как... Это... Как на дрожжах. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка.